За последние несколько дней российская армия нарастила интенсивность авиаударов по Сирии. Так, по данным Министерства обороны, только за четыре дня атакованы до 900 различных объектов, в том числе под Алеппо, где правительственные войска Башара Асада ведут активное наступление. В то же время западные политики считают, что российские бомбардировки фактически подрывают процесс урегулирования конфликта. Об этом уже заявили госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Великобритании Филипп Хамонд. По словам официального представителя правительства Германии Штефана Зайберта, военная операция России в Сирии не способствует разрешению конфликта. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга на неформальной встрече министров обороны Альянса были ещё жёстче. Мы видим, что большинство российских авиаударов наносятся по сирийской оппозиции, и это подрывает усилия по поиску политического решения. Активность в воздухе в Сирии также приводит к росту напряжённости и нарушениям турецкого воздушного пространства. Связанные с этим риски растут, и, конечно, это вызов для НАТО, ведь речь идёт о нарушении воздушного пространства Альянса. Схожего мнения придерживаются и большинство немецких СМИ. Газеты сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения и подчёркивают, что Россия пытается при помощи бомбёжек укрепить режим Башара Асада и тем самым упрощить свои позиции. Впрочем, не все немецкие эксперты считают, что ответственность за срыв мирных переговоров лежит на России. США и Россия договорились об определённых условиях ведения мирных переговоров по Сирии. Однако у оппозиции появились абсолютно новые, дополнительные условия, и она тоже виновна за срыв переговоров. В то же время Гюнтер Майер уверен, что российское военное вмешательство коренным образом изменило расстановку сил в Сирии. Перед тем, как российская авиация появилась в Сирии, режим Башара Асада был обескровлен, а также ожидалось новое наступление противников режима. Вмешательство российской стороны стало поворотным моментом. Асад не только получил поддержку, но и вернул под свой контроль обширные территории. По данным ООН, бомбардировки Алеппо вынудят десятки тысяч сирийцев покинуть свои дома. И это в то время, когда мировое сообщество ищет пути решения проблемы беженцев, и страны-доноры Сирии решили выделить на эти цели рекордную сумму 9 миллиардов долларов. Следующая попытка решения кризиса, по словам главы немецкого МИДа Франка Вальтера Штанмайера, будет предпринята 13 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене. Продолжение следует...